Jeep последовательно презентует разные модификации нового Grand Cherokee. Ещё зимой миру предъявили удлинённую семиместную версию L, ибо трёхрядные SUV особенно популярны среди американской публики. А теперь настал черёд представить двухрядный пятиместный вариант. Кузова обеих машин одинаковы, вплоть до центральных стоек, а дальше начинаются отличия. Это уменьшенные проёмы задних дверей, изменённая форма бокового остекления и укороченный задний свес. В итоге стандартный внедорожник оказался на 30 сантиметров короче длина базного, но всё равно вышел сильно крупнее предшественника, а куда нынче без акселерации. Кстати, если прошлый Grand Cherokee базировался на платформе, разработанной совместно с Мерседесом, когда концерн ещё назывался Daimler Chrysler, то новая модель перебралась на итальянскую платформу Giorgio, то есть в родственниках у Grand Cherokee теперь седан Alfa Romeo Giulia и кроссовер Stelvio. Прежде всего, новая архитектура принесла более жёсткий кузов и современную электронику. Скажем, у нового джипа есть трассовый автопилот, множество электронных ассистентов, виртуальная панель приборов, большой тачскрин медиасистемы, плюс шайба вместо селектора для управления коробкой передач. А вот технику новый джип унаследовал от прежнего, разумеется, с должными доработками. И это бальзам на сердце для истинных фанатов марки. Ведь набор полноприводных трансмиссий оставлен неизменным. Пружинная подвеска обеспечивает дорожный просвет на уровне 21 сантиметра, а опциональная пневматика позволяет встать на цыпочки почти на 29 сантиметров. В базовые инструментарии включена муфта подключения передних колёс, а при желании систему можно дополнить понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Так что назвать новинку паркетником язык не повернётся. Американскому рынку приготовлены прежние атмосферные бензиновые моторы V6 и V8. Ценителей зелёного образа жизни по обе стороны Атлантики ждёт подключаемый гибрид на основе двухлитровой турбочетвёрки. Такая машина появится и в России в 2023 году. Пиковая дача бензоэлектрической системы почти 400 сил, что должно скомпенсировать отсутствие у нас восьмицилиндровой версии. А чисто бензиновые Гранд Чироки в стандартной и удлинённой версиях изволят прибыть в Россию одновременно во втором квартале 2022 года. Базовой станет двухлитровая турбочетвёрка без гибридного довеска. Дизельных двигателей у джипа нет в принципе, зато любителей традиционных ценностей порадует возможность заказать отделку дорогой кожей и натуральным шпоном. Продолжение следует...